Крыжовник заболел. Заболел так, не на шутку, что все ягоды стали черные, а веточки, все молодые побеги, вот до такой степени заболели. Как спасти крыжовник? Ну, во-первых, удаляем все больные ягоды, все. Обрываем, подальше уносим и сжигаем. Сейчас покажу вам, сколько у меня. Значит, побеги, все, которые больные, вот посмотрите, я уже папчик рыжила, видите, и ягод на нем нет, а он так цвел, так цвел вообще в этом году, просто весь обсыпан был. Вот, смотрите, вот обрезанные побеги, и вот смотрите, сколько, сколько черных ягод. Это у меня заняло, конечно, по времени больше, чем целый вечер. Вчера я весь вечер просидела, и вот сегодня еще продолжаю, но другого выхода нет. После того, как мы удаляем все вот это заболевшее, мы начинаем обработки, ну, я еще до этого обработала уже дважды. Один раз марганцовкой, второй раз топазом. Значит, после того, как все удаляем, обрабатываем противогрибковыми препаратами с интервалом 3-4 дня, разными препаратами, и вот эти побеги обязательно все больные вот такие удалить. И даже вот кое-где листья, которые вот с краю, как правило, на молодых побегах больные, я тоже удаляю. И после этого начинаем усиленно его обрабатывать, включая стебли, включая землю под кустом. Все-все-все обрабатываем противогрибковыми препаратами, причем препараты меняем. Не одни и те же. Топаз, скор и прочие. Вот такая вот история. Лечим наш крыжовник. Я так его люблю, а в этом году даже не попробую ни одной ягодки.